привет друзья вы на канале гриболов конец мая есть конец мая все очень красивое молодое свеженькое вижу грибы смотрите какой гриб значит то уже экземпляры постарше тут из его же семейства экземпляр поменьше а вот есть такие симпатичные подальше я эти грибы определил как энталома садовая это вот посмотрим на старый грибочек он еще называется розовый пластинник щитовидный еще куча названий которые я дам в комментарии к этому видео значит лучше нам посмотреть на его строение сначала молодого зачем мы смотрим на этот гриб затем что он съедобный в отличие от других анталом там например есть анталома ядовитая анталома весенняя это анталома садовая которая в принципе годится в пищу но и и конечно надо уметь различать значит такие вот довольно таки редкие пластинки розоватого цвета никаких там воротничков пленочек юпачек ничего нету почему называется щитовидный потому что его форма вот шляпки с бугорком посредине напоминает римский щит поэтому он щитовидный у нас на садовый потому что он растет в садах весной в мае под деревьями фруктовыми косточковыми такими как абрикоса алыча слива там яблочном саду я встречал но тоже с присутствием всякой лучи этот гриб выходит довольно массово вот еще смотрите наших подберезовиковых местах с фруктовыми деревьями уже старые анталомы это большие это не очень большие но дохлые там еще например какие-то дохлые в принципе можно было прийти немножко раньше и насобирать несколько ведер этих съедобных подчеркиваю грибов конечно надо их уметь отличать от несъедобных кто-то каким-то образом вышел уже на край леса там уже поле какое-то кукурузное там еще заметил еще кучу розового пластинника и уже в большинстве своем крупные грибы посмотрите каких размеров они могут достигать например вот такой вдалеке под кустами сходим ой колючий колючая это как и алыча этот вид между прочим у нас одна украине очень часто ошибочно называют майской рядовкой просто потому что он произрастает майский мая хотя не является майской рядовкой рядовка майская это колоцеба гомбоса на кремового цвета более мясистая такая более тугенькая молодом возрасте у она не шляпка у нее отличается она не похожа на щит вот этот гриб конкретно анталома садовая и его же называют пидвышенники подобрикосовики что-то еще там может быть даже подкизиловик в крыму может подкизиловик и другую это я не точно говорю ну а в целом напишите мне пожалуйста в комментарии собираете ли вы такие грибы не страшно ли их брать в пищу как вы их готовите потому что я знаю людей которые кушают просто жарят их едят говорят что классно хрустят аппетитно так ну наверное на этом пока что все я пойду возьму свое ведро и ножик выберу здесь что-нибудь в хорошем состоянии потому что здесь это это лоб и принципе тьма ставьте лайки пишите что вы думаете по поводу этого видео и идите в лес здесь практически круглый год зная грибы можно чем-то поживиться